Ученики, братьев, апостера, которые регулярно нас смотрят. Меня зовут Матюров Андрей. Все, кто к нам подсоединяется, делают трансляции размышлений над Словом Божьим каждое утро. Они есть в Ютубе, поэтому все, кто смотрит нас в Ютубе или в Перископе, подписывайтесь на Ютуб. А кто смотрит на Ютубе, делайте лайки, комментарии, если вам понравилось, чтобы раскручивать видео, чтобы благая вещь достигнула гораздо больших людей. Также благодарю всех, кто поддерживает добровольными пожертвованиями на миссию. И Павел сказал, велико ли то духовное или то телесное, что мы посеяли вас в духовное. Поэтому самое главное, надо научиться мыслить духовно. Если вы научитесь мыслить духовно, вы начнете побеждать мир. И поэтому всегда старайтесь наставляемым Словом делиться всяким добром составляющим. Итак, сегодня я хочу учить вас о превратному уму. И римном первая глава, Писание сказано, 21 стих. Ну как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но суетились в умствовании своих, и омрачилось несмысленно их сердце. И 28 стиха почитаем. Как они не заботились иметь Бога в разуме, то предало Бог превратному уму делать непотребства. Так что они исполнили всякой неправды, блуда, лукасство, крестолюбие, злоба, исполненная завистью, убийство, распри, обману, злонравие. Злоручие, выклевотники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательное зло, непослушные родителям, безрассудные, вероломные, нелюбовные, непримиримые, немилостливые. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, и одна не только их делает, но и делающих одобряет. Что я начал замечать за 19 лет пасовской своей деятельности? Во время 19 лет я видел большое течение протестантского движения в России. Мы видели, что церкви были сосредоточены на евангелизации, было большое течение освобождения, очень огромное течение было процветание. Пророчество, конференции по Мазани, переживание Бога, сверхъестественное освобождение. Большая работа двигалась в хвале, в поклонении, и большая работа уделялась реабилитации наркозависимых, алконаркозависимых. И большая, наверное, подавляющая часть церкви сегодня протестантской, они находятся через социальное служение, когда они начали служить людям, и люди получали свободу. В этот момент был экономический подъем страны, и в принципе можно было относительно несложно зарабатывать деньги. И поэтому легко ложилась вот эта хвала, была эйфория в обществе, что так будет всегда. Человек получал свободу. Вечера хвалы, поклонения давали переживания, ощущения. И сейчас пошел определенный экономический спад. И мы видим, что в пределах четырех лет уже замечается одна такая тенденция, что бывшие наркозависимые, это как мины замедленного действия, стали просто очень многие отступать от Господа, опять стали употреблять наркотики, алкоголь. Семьи стали разрушаться, и пастора просто, ну, на самом деле сегодня в шоке, ну, что делать, потому что кто-то успел жениться на, выйти замуж или жениться на бывшем, будучи самой небывшей, и они уходят. Там двое бывают детей, трое детей. И что, почему такие вещи происходят? Хотя это не только среди наркозависимых, но просто мы должны понимать, что те люди, которые были глубоко в духовной проблеме во власти сатаны, если они, как говорится, чуть-чуть охладевают Богу, эта запечатленная сущность, она начинает восставать и возвращает человека в обратное состояние. Как Писание говорит, что пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязь. И сегодня надо, что нам конкретно осознать? Мы многие не понимаем следующее, что будучи спасенным по благодати Божьей, получив дар спасения, все равно, так как мы находились во власти сатаны, Евангелие Туану 8,44, ваш отец дьявол, и вы исполняли похоть и отца вашего был лжественный человек и убийца от начала, это укорененно, запечатлено, оно и есть в разуме. И когда мы ушли от Бога, что человек всегда, в чем человек черпал себе силу, силу он черпал себе в Слове Божьем. В чем человек наслаждался, он наслаждался в Боге, который есть Слово. Но когда человек ушел от Бога, человек начал силу черпать из видимых вещей, из братства, из уважения, из успеха, самореализации, может быть там каких-то вещей, которые обновлениями, когда все меняется в твоей жизни. В общем, от видимых вещей, в чем питает силу неверующие люди. И когда в стране экономический подъем, и в стране тогда вот эти хвала, поклонения, переживания, они очень сильно оббадривают человека дальше двигаться. Но когда в стране экономический кризис, ты молишься, ты переживаешь, но ты видишь, что реально тебе в жизни начинается сложно добывать. Вот один пастор из Новосибирска сказал, я в маленькие города, миссии не отправляют там у людей, нету преуспевающего мышления. Ну, такие в маленьких города он. А он проповедник процветания, хорошая одежда, красивая, учит все время ораторскому искусству, как влиять на людей, как достигать успех. Ну, и в принципе, я тогда, конечно, всегда ему задаю такой вопрос. Ну, если ты для маленьких городов у тебя твое благовестие не работает, значит, в принципе, ты проповедуешь не Христа, потому что Христос, он для всех народов. Что-то в твоем благовестии надо менять. Потому что Христос, он и когда ты в схудости, и когда ты в тюрьме, и когда ты в изобилии, если он, ну, ты Христос. И вот именно первая глава, она говорит о том, что не заботились иметь Бога в разуме. То есть, о чем постоянно я учу вас, ребят, что мы должны понять, что в нас укорененная, запечатленная сущность, она еще греховная. И нам нужно действительно эти 10 тысяч часов, чтобы запечатлить в себе благую весть. Почему важно прослушивать кафедральное слово пастора? Почему важно заучивать благую весть, заучивать стихи и местописание? Почему важно систематизировать в себе богословие, план спасения? Почему важно проходить духовное воспитание? Почему с утра, прежде чем ты начнешь работать, важно опять просмотреть кафедральное слово? Выявить течение, молиться за свое оживотворение, и чтобы ты оживотворил все другие люди, для этого все другие сферы твоей жизни, в которых ты живешь. Почему важно пройти школу проповедования и научиться проповедовать, чтобы проповедование, оно стало стилем твоей жизни, чтобы из уст твоих вытекала река жизни? Почему? Потому что если ты не укоренишь, не запечатлешь, не изменишь сущность, и изменится твоя сущность от плотского Адама до духовного Адама, то, конечно, возникнет следующее, когда придут трудности, ты начнешь терять силы в том, что ты в земном имел силы, и у тебя начнется паника, и ты не сможешь наслаждаться Господом, и в итоге проснется та греховная сущность, и она выстрелит, и это печально. Общаясь с пасторами, я вижу часто, что даже самые бывшие наркозависимые, если алкозависимые, да, уже бывшие, которые сегодня являются пасторами, они не хотят, чтобы их дети за бывших выходили, потому что они знают, что это мина замедленного действия. Поэтому, что я хочу, чтобы вы поняли? Очень важно, очень важно, вот, запечатлевать себе Слово Божие. Очень важно с утра встать и в течение дня практиковать 2-3 часа развития духовной силы. Это повторите крест, напишите малый крест, пройдите 10 уроков благовестия, хотя бы один урок возьмите и пролистайте его, чтобы он запечатлялся в вашей жизни. Помолитесь о том, чтобы у вас сегодня были открыты двери проповедования, чтобы в течение дня у вас появилось место проповедования. Не важно, может быть, это будет автобус, может быть, это будет какой-то, в кафе будете сидеть, может быть, это из вашего окружения. Вот, когда я общался с парнем, он говорит, я говорю, вот, скажи, пожалуйста, проповедование нужно тебе или людям? Ну, конечно, людям нужно нам спасение. Я говорю, нет, проповедование нужно тебе. Почему? Потому что Писание говорит, «Ибо проповедь о Христе для погибающих и родства есть, но для нас спасаемых – сила Божия». Когда ты проповедуешь о Христе, ты сам наполняешься благой вестью, ты сам наполняешься силой Святого Духа, и ты сам оживаешь, как духовный человек. Желаю вам сегодня, вот сегодня у нас праздник, но это же не отдых от духовной жизни. Все время запечатлять себе Слово Божие, стать учениками, благословения вам. Еще раз ставьте лайки, делайте комментарии на YouTube. До свидания. С Богом. Субтитры сделал DimaTorzok